Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео будет обзор на электрическую варочную панель Dexp. Модель... Нет, я это произносить не буду. Вот ее номер. Почему все это выглядит так ужасно на полу и с таким фоном? Ну, простите, просто на всего переезжаю, и поэтому вот такие вот вещи и нюансы. Почему выбор пал на эту модель у меня? А по простой причине, посмотрите внимательно, она имеет две индукционных конфорки и две обычных нагревательных. При этом стоимость всей этой панели составляет порядка 12 тысяч рублей. Если вы посмотрите электроплиты комбинированные, в которых сразу же будут индукционные конфорки и обычные нагревательные, ну, просто посмотрите, чтобы понять, насколько это дорого сейчас стоит. Я решил для себя сделать так. Комбинация варочной панели и духовой шкаф. К нему потом обзор будет, вернемся. Пакуется вот в такую обычную коробку. В комплект идет гарантийный талон и инструкция. Инструкция, в принципе, написана нормально и понятно, но есть один нюанс. В инструкции нет ни слова о подключении этой панели к электросети. А это важный момент. Здесь есть раздел установка, но в этом разделе даны только лишь технические размеры, какое отверстие нужно прорезать, как установить и все проще. Ни слова по электрике, абсолютно. Единственная инструкция, которая находится по подключению, это вот такая вот бирка на самом кабеле питания. Кстати, сам кабель окончания никакого не имеет в виде вилки, просто вот так вот набор контактов из пяти проводов. Я считаю, что это в корне неправильно, потому что если суммарно сложить мощность всех комфорок, мы получим 6,5 кВт общей мощности. Разумеется, при такой мощности потребителя необходимо иметь и розетку, которая обеспечит нам такую мощность. Линия электропитания должна тоже идти отдельно, должен быть отдельный автомат, тоже 32 ампера. В моем случае, в данный момент, сейчас мне для подключения и теста, и временного размещения в варочной панели хватит длины кабеля, который идет в комплект. Но позже, возможно, мне придется удлиниться, если мне его будет не хватать, мне его придется нарастить. И это еще один важный момент. Никаких розеток, на которых удлинители и все остальное, обычных 16 амперных, там 3,2-3,3 кВт, допустим, мощности не выдерживают, не надо. Даже учитывая то, что, допустим, вы будете использовать, ну, две комфорки одновременно. То есть, вряд ли даже будете использовать все четыре. Скажет вам какой-то сосед очень умный или знакомый. Ни в коем случае не поступайте. Не надо накручивать тонкие провода, не надо подключаться через удлинители и прочую вот эту всю порнографию. Подумайте о своей безопасности. Провода греются, провода медь и алюминий греются, провода с плохим контактом греются, провода от повышенной нагрузки, от большего тока, на который рассчитано сечение провода, тоже греются. И в каждом случае они могут нагреться так, что могут привести к пожару. Подумайте сами, кухня деревянная, пожар, сгорит все. Обычно хватает, ну, около метра. Я купил метр отрезок кабеля, трехжильный. Видите, толщина какая идет, каждая жила. Три на шесть. Шесть миллиметров квадратных сечения каждой жилы. Это немножечко даже превышает тот ток, на который рассчитана варочная панель. Но это и хорошо, потому что мы имеем запас по мощности. Если вы не знаете, какой кабель выбрать, какая должна быть маркировка, я вам называю. Маркировка простая, ВВГ. В данном случае для соединения используйте вот такие винтовые колодки. Она должна быть рассчитана на 32 ампера. Тоже должна выдерживать этот ток. Подаются еще специальные клеммные колодки. Это в том случае, если вы хотите как-то эстетически, вдруг эта коробка будет видна, как-то эстетически оформить все это подключение. Переходим к практике, конкретно в моем случае. Мы имеем пять жил. Две из них причем спаяны, три отдельно. Классически всегда и везде желто-зеленый провод, это провод земли. На другие провода по цветам лучше не ориентироваться. Здесь уже по-разному бывает. Но обычно синий провод это нейтраль, либо ноль называемый. Красный, либо вот такой бурый, коричневый провод. Это линия в английском номиновании, либо по нашему фаза. Как мы видим, серый провод обмотан биркой N и соединен с синим проводом. Но это у нас нейтраль. Два провода черный и коричневый обмотаны биркой L. Это у нас фаза. Переходим к бирочке, которая на проводе. И тут мы что видим? Подключение черный и коричневый к линии, к фазе. Серый и синий к нейтрали, к нулю. И желто-зеленый к земле. Все правильно. Если мы эту бирку переворачиваем, здесь видим другое подключение. L1, L2, N и земля. Значит, в чем разница? Обратите внимание. Видите, здесь 220-240 В, 220-240 В по 16 А. А здесь 220-240 В 32 А. Значит, для чего это сделано, эта схема включения? Если у вас есть розетка, как в моем случае, на 32 А, то мы сразу можем заводить на клеммы вилки фазные два провода и нейтральные два провода. Плюс земля. Все очень просто. Если у вас нет линии 30 на 32 А, но есть две отдельных, я подчеркиваю, отдельных линии. То есть, если вы в одну и ту же воткнетесь, вы ее перенагрузите. Две отдельных линии по 16 А, то вы можете подключиться черным проводом в одну линию, в одну фазу. Коричневым проводом в другую фазу. Эта же схема работает и при трехфазном подключении. Вы можете взять две фазы от 380 В, подключиться к одной второй, последнюю оставляете свободной и подключаетесь к нейтрали. Желто-зеленый к земле. Дальше откручиваем все видимые винты, разбираем вилку, вставляем кабель, вставляем жилы в нужные нам клеммы и собираем все наоборот. Один маленький, но нюанс. Когда обжимаете провод, старайтесь делать так, чтобы, видите, изоляция находилась над губками клеммника. Потому что, если вы начнете обжимать изоляцию, она толще, чем сам провод. Губки клеммника обожмут изоляцию, сам контакт будет плохим. Он будет искрить. Будет плохой контакт, он будет греться. С затяжкой не стесняйтесь. Старайтесь закручивать очень туго, чтобы губки хорошо обжали контакты. Вот, должно получиться примерно так. В конечном итоге мы имеем вот такую красивую вилку для подключения к этой горы. Подключил плиту к сети электропитания. Сейчас попробуем испытать. Так, беру в руки инструкции. Начало работы. Индукционные комфорки. Смысла нет включать, проверять, потому что мы ничего не увидим. Ну, хотя бы сейчас дальние, тэмовые включим. Что-то включилось. А, вот видим, пожалуйста. Еще одна комфорочка. Еще включилась. Пошел нагрев. Подведем итоги. Подключить варочную панель можно своими силами. Совсем не надо приглашать мастер. Главное делать все правильно и ничего не перепутать. Если что-то вдруг забыл, если у кого-то какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я постараюсь, как всегда, на них обязательно ответить. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока. А, подписывайтесь на канал. Я тут квартиру сейчас обустраивать буду. Так что много интересного еще может быть. Субтитры сделал DimaTorzok